А мы вновь и с большим удовольствием говорим о наших спортивных победах. Сколько уже в нашем эфире чемпионов было. И на этот раз в гостях у нас тоже чемпионка. Ольга Дёготь совсем недавно завоевала золотую медаль на международном турнире в Сербии, откуда она недавно и вернулась. Ну и чтобы её поздравить, мы пригласили её в студию, заодно и пообщаемся. Доброе утро, Ольга. Честно, когда я увидел, что у нас в гостях кикбоксёр, я представлял немножко повыше человека. Да, я ещё и не сказала, что международные соревнования были по кикбоксингу, так что у нас здесь боксёр получается. Не просто, кикбоксёр. Кикбоксёр, да. Боксёр, который умеет и руками, и ногами. То есть, в общем-то так. Поздравляем с победой. Спасибо большое. В первую очередь ты так аккуратненько держишь в ручках, я так понимаю, вот она медалька, да? Да, да. Заметь, сразу вот эта спортивная скромность, знаешь, ты как раз жала, не на груди, просто тихоечко, да, вот это мне зачем-то дали. Да, да. В такой медали. Мы поздравляем ещё раз. Ну, хочется спросить, конечно, как прошли соревнования, как Сербия встретила? Всё хорошо, очень гостеприимно. Мне там очень понравилось. Воздух чистый, красивый город. Мы были в городе Ниши. Соревнования прошли очень хорошо, серьёзные, конечно. Очень хорошие призы, мне очень понравилось, потому что там, в принципе, ничего такого именно, то, что сербов любят, а нас нет. Так же всё по-честному. Конечно, очень строго было, потому что по киклайту очень строго судили, например, за превышение удара, за неправильный удар, ниже колена или ещё разные строгости были. Но всё хорошо прошло. Я очень старалась. Справилась со всем. Сколько было этапов, прежде чем в финал попала? Так получилось, что я сразу попала в финал. Ага, то есть сразу против кого была борьба? Против Сербии, да. То есть Сербия против Приднестрова. Да, ещё и на своём поле, да, не смогла тебя одолеть представительница Сербии. Да, потому что мне перед боем тот, кто меня как бы секундировал, он мне сказал, что тот, кто её бьют лоу-кики, то есть удары по ногам, те и выигрывают. И после этого я запомнила эту фразу и стала только работать ногами. И меня пытались засудить, но так как у них ничего не получилось. У них ничего не получилось и медаль наша. Я стал бить лоу-кики по судям, и они пытались меня засудить, конечно, но всё равно медаль наша. Да. У меня появилась большая возможность, и я хотела бы поблагодарить своих тренеров, Сгурского Михаила Николаевича и Павлова Георгия Юрьевича. И ещё я бы очень хотела поблагодарить, мне кажется, это самое важное, поблагодарить как бы председателя Национальной Федерации кикбоксинга и Муэйтай Дергаченко Иван Васильевича. И ещё бы я хотела поблагодарить Гевлича Александра Славевича, потому что они как бы вкладывают тоже весь свой труд в нас, тепло своё. Несмотря на то, что у них нет времени на свою семью, на своё время, они как бы вкладывают в нас время и делают из наших, из маленьких человечков, делают больших чемпионов. Ну это очень здорово, это очень приятно, я думаю, ну, те, кому ты это передаёшь, я уверен, это услышат, им будет очень приятно, что именно с телевидения ты так благодарно о них говоришь. Ну вообще, вот ты говоришь, я смотрю на тебя, ещё совсем юная, сколько тебе лет? Тринадцать. Тринадцать лет. Я как раз в Сербии, именно в день, когда я дралась исполнилась, тринадцать дней. О, так это сама себе подарок сделала, да, получилось. А сколько лет уже занимаешься кикбоксингом? Я занимаюсь с прошлого июня, получается год и семь. По сути, ну, можно сказать, совсем всего ничего, уже есть такие успехи, да? Ну только начало, да, но уже есть успехи. А вот в спортивной школе, вот где ты занимаешься кикбоксингом, у вас как-то разделено, или вы с мальчиком тренируетесь, или у вас отдельно женская идёт группа как-то? Так получилось, что на тренировке я одна девочка. Ага, ты одна девочка против мальчиков? Ну да. Ну ты знаешь, я теперь понимаю, почему Сербка не устояла, потому что, в принципе, да, Оля, ты тренируешься на мальчиках? Да, да. Ну удивительно, конечно, почему кикбоксинг? Такая худенькая, стройненькая, аккуратненькая девушка и кикбоксинг. Всё-таки, ну, такой спорт серьёзный. Ну вот изначально, как бы в пять лет, я пошла в Дудуэте, и там я выбрала шитьё и танцы. Вот ближе, да? Я шитьё закончила, восемь лет ходила на него, сейчас танцы заканчиваю. И три года назад я пошла в художественную школу, потому что я буду поступать именно в Питер по направлению дизайнера-модельер. Но пошёл сначала мой брат на кикбоксинг, и наступило лето, и я подумала, дайте я попробую вообще, что это такое. Но когда закончилось лето, я подумала остаться, потому что меня это заинтересовало, и вот так вот всё я пошла. Знаешь, первый раунд против брата я проиграл, решил изучить кикбоксинг, теперь проиграл брат, и я решил остаться. То есть тренировки и дома можно проводить, да, есть как спарринг-партнёр, да, и на тренировках, естественно. Ну, получается, ты такая очень разносторонняя личность, и художественное направление, и танцевальное, и кикбоксинг. Как всё успеваешь? И, кстати, что всё-таки нравится больше всего? Ой, трудный вопрос, потому что я не занимаюсь всем тем, что мне не нравится, а мне как бы всё нравится. А как со школы успеваешь? Потому что нагрузка такая вот вне школы действительно большая. Отличница. Ага, то есть вот так. Ну, вот мне кажется, что есть такие дети, которым под силу всё действительно, и в школе успевать, и очень много секций посещать, ещё и вот, не просто посещать, ещё и с такими замечательными результатами. Ну, мне кажется, мы не можем не спросить, как в школе, например, мальчики реагируют, да, потому что, ну, девочка занимается действительно таким боевым искусством. Да, да, да. Ходит, конечно, обходит меня с дараной. То есть просто так-то, я не знаю, за косички не подёргают? Ну, пытаются, но сразу убегают за дверь. Вот так. За дверь школы. А получалось кому-то вот так, показать навыки, скажем? Ну, бывал один случай, когда просто уже, как бы, было за границей. Достал уже, да? Да. Скажем, простым языком, да? Ну, я надеюсь, сейчас все, не только одноклассники, но вся школа посмотрят, и уже никто точно приставать не будет. Знаешь, как бы, буду, здрасте. Здрасте. Ольга, как у вас настроение? Спасибо, что пришли в школу. Ну, хочется ещё спросить, как родители реагируют. Не побоялись, ну, отдать всё-таки девочку в кикбоксинг? Это ж травмы в любом случае. Ну, да, могут быть во всяком случае. Наверное, синяки какие-то. Вот как родители отреагировали, когда ты сказал, я тоже хочу вместе с братом на кикбоксинг? Ну, изначально, как бы, мама была совсем против, она даже плакала, потому что говорила, что с тобой сделают, ты же девочка. А папа, наоборот, он меня, как бы, отвёл и говорит, ну, хорошо, попробуешь только лето. Но потом он сказал, Оля, у тебя даны, какой уходить? Что, попросим показать пару приёмов? Ну, давай. Я смотрю на тебя, да? Что ты меня спрашиваешь? То есть, опять на мне, да? Чтобы ты понимаешь, в студии я кошка, на мне тренируется здесь. Но есть какие-то такие безобидные приёмы, которые, ну, можно продемонстрировать прямо сейчас? Как, может быть, хотя бы даже как в стойку становиться, там? Может, какую-то просто, да, в стойку покажешь, не обязательно меня бить, а просто, может быть, встать как-то, как нужно стоять у вас. Кикбоксинги какие-то, удары. Вас научить, да? Да. Меня уже невозможно научить, но попробуем, давай. Стоим сейчас в фронтальной стойке, потом левую вперёд, правую чуть назад. Правая рука всегда у подбородка, левая чуть выше. Плечи, локти обязательно, чтобы были так. И когда двигаемся, всегда двигаемся на челночке. Ага. В челночке. Вперёд-назад, вперёд-назад. Ну, в детскую группу я могу уже поступать, в принципе. Это, собственно, основное, да? То есть это то, что перед боем, скажем так, происходит? Да, это обязательно, потому что если будем двигаться вот так вот просто, то дыхалка забивается. Но главное, чтобы не двигаться на пятках, а именно на носочках. Вот так. Ну, это же много, да, идёт тоже удар, работа ногами, да, на ринге, поэтому из-за этого ноги должны быть лёгкие. Ну, это круто. Всё, можешь отрабатывать уже хотя бы эти... Я так буду теперь по телевидению скакать, чтобы ты будешь лапать, людей просто пугать. Ну, спасибо огромное. Спасибо. Будем знать, кому обращаться, если что. Если нас обидят, мы будем знать, кому обращаться, если что, мы будем как тайное оружие Олю использовать, да? Да. Какие-то ещё соревнования впереди у нас какие-то, может быть, участвовало. Как вообще к соревнованиям относишься? Нравится тебе? Вообще, за неделю до соревнований мы... Ну, как бы, мы постоянно пашем, но за неделю мы очень серьёзно готовимся. Я двукратная чемпионка Приднестровья и выезжала в сентябре на Кубок Европы, стала бронзовой призёркой. И скоро, вот, в пятницу как раз Кубок Деда Мороза, и тоже, как бы, хочу показать хороший, высший результат. За полтора года всего? В 15 лет начинается мировой уровень, и я очень хочу сюда попасть. И у меня осталось два года для пахоты. Хочу сразу, только мне исполнилось 15 лет, первое же соревнование, выхожу и остаюсь чемпионкой мира. О! Это же главный настрой, это очень здорово. Мы тогда надеемся, что через два года, получается, да, мы в этой же студии тебя поздравим. Ну, может, не в этой, не важно, в другой. Может, да, в другой, но поздравим. Поздравим с этим достижением. Будем гордиться, будем болеть, будем надеяться, что всё так и будет. Судя по всему, видно, что ты такая целеустремлённая в этом отношении. Это очень важно в любом виде спорта. Это и по жизни важно, но в спорте, мне кажется, особенно. Да. Так что до новых встреч, до новых побед. Ну, ещё раз поздравляем уже с этой победой. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»